Братья и сестры, сегодня мы с вами поговорим о храме. Самой большой святыней у нас не только на Руси, но вообще во всем христианском мире являются храмы Божии. И это то место, которое является нашим центральным местом, где мы собираемся, чтобы вместе прославлять имя Отца Небесного. И в этом месте, в храме, как нигде в другом месте, особенно преподаются нам особым образом святые таинства. В этом месте очень много благодати Божией. Как пишут святые отцы, что благодать Божия в храме преподается, течет рекой. И вот это место общественной молитвы, место общественного богослужения. И для того, чтобы отличить это место от этого здания, от других зданий, храмы всегда строились особым образом. И храм никогда не спутаешь с жилым зданием или с другим там дворцом культуры и так далее. Храмы украшаются всегда крестами, как показатель того, что в этом месте люди молятся Христу Спасителю. Храмы часто, купола храмов позолачиваются, потому что символизируют собою главу нашей Церкви Христа. Далее храмы бывают разными, по разной своей архитектурной форме. Но все храмы состоят из притвора, это первая часть храма, затем основная часть храма и далее святой алтарь. Алтарь отделяет от основной части храма иконостас. В алтаре совершаются таинства, в алтаре совершаются богослужения, место, где молятся священнослужители. Основная часть мирян присутствует в центральной части храма. Храмы наши особым образом всегда украшались верующими людьми. И даже если мы вспомним историю нашей лавры, то множество драгоценнейших вкладов, икон, сосудов были изготовлены на те или иные пожертвования наших именитых людей и пребывали в наших храмах. Единственное, что сейчас в наше время очень мало осталось из того, что было накоплено веками нашими предками. Но часть этих драгоценных сосудов, украшений и икон мы с вами можем посмотреть в наших музеях. Далее, что хочется сказать еще о храмах, что самая центральная часть в храме — это престол Божий. Он находится в алтаре. На престоле совершается самое центральное богослужение, это таинство святого причащения, таинство Евхаристии. Это богослужение называется литургией. Иными словами, по-иному в простонародье называют обедней. То есть это служба та, которая совершается до обеда. На этой службе под видом хлеба и вина наши люди причащаются самой крови и тела Господа нашего Иисуса Христа. Невидно и невидимо, таинственно, почему и называется таинство, тело, хлеб и вино становятся телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Подобно тому, как мы с вами вкушаем простой хлеб или пьем простую воду, простое вино, но все это через наш организм проходит и наполняет наше тело, укрепляет нас и становится то, что мы здесь едим, в этом мире то, что мы пьем, это становится уже нашей кровью и нашей плотью. Как любое место, особо важное место, в этом мире храм является центральным местом и придя в храм, нужно себя вести очень осторожно, спокойно, не гневаться, не раздражаться, меньше обращать внимания на те поступки людей, которые стоят в храме, потому что зачастую в храм приходят люди или вообще первый раз, или же приходят люди душевно больные, потому что им некуда идти, их сейчас нигде не принимают, и многие из них душевно больные, ненормальные, тоже приходят в храм. Поэтому некоторые люди, придя первый раз в храм, удивляются, недоумевают, смущаются, но этого не нужно делать. Храм — то место, где каждый напрямую встречается с Богом, каждый своим сердцем чувствует присутствие, особое присутствие Святого Духа. Этим и объясняется то, что наши храмы, когда посещают люди, даже совсем не знающие нашу религию, нашу веру русскую, те удивляются, благовеют, и у некоторых на лице, из глаз текут слезы. Текут слезы, они не знают почему, а это потому, что они посетили место, где живет Бог, где Он слушает нас, где Он внимает и помогает нам. Поэтому, заканчивая сегодняшнюю нашу краткую беседу, хочется сказать, чтобы чаще, как можно чаще каждый из нас посещал это святое место, это храм Божий. Посещал и помнил о том, что в этом месте происходят самые основные события из жизни каждого из нас. В храме Божьем совершается крещение младенца, который только что посетил этот мир. В храме Божьем проходила целая жизнь наших православных людей. Здесь они венчались, здесь некоторые из них получали священнический сан, здесь они приобщались к другим таинствам, и, наконец, последнее место, куда приносит тело уже почившего человека, это храм Божий. То есть, начало жизненного пути с храма Божьего и заканчивается жизненный путь человека посещением храма Божия. Вот, братья и сестры, будем внимательно относиться к этому зданию, и когда мы проходим мимо того или иного, другого храма Божия, не поспешим пройти мимо. Зайдем хотя бы на минутку, чтобы перекреститься, чтобы приложиться к иконе того или иного святого в этом храме, чтобы воздохнуть о своих детях, воздохнуть о своих близких. И эта краткая молитва, она будет услышана Богом. И Господь посетит нас, Господь укрепит и поможет нам в дальнейшем совершать этот жизненный путь. Аминь.